Здесь у вас общая схема. Здесь для всех, кроме местоимений he, she, it, здесь для всех he, she, it. Получается, здесь вместо they вы можете подставить все, кроме he, she, it. Здесь вы можете подставить только he, she или it. Смотрим, как это работает. У вас есть глаголы на русском. В классе мы делали на русском, и вы переводили на английский. Дома вы можете сразу посмотреть на английский. Например, walk первый берем. И первый мы прогоняем по трем предложениям. Берем любое местоимение, которое знаем. Ну, пусть это будет мы. Мы. В какую пойдет схему? В эту или в эту? Конечно, в эту. Вместо they вы ставите we. Вместо take вы ставите глагол walk. Получается, we walk. А мы не ходим. Мы не ходим. We do not walk. И вопросительное. Do we walk? Какие слова вы сейчас изменяли в предложениях? Это были they и take. То есть вы изменяли подлежащее и сказуемое. Подлежащее вы меняли на то местоимение, которое вы выбрали, и сказуемое на тот глагол, который у вас шел по порядку. Дальше вы берете второй глагол jump. Выбирайте любое местоимение. Усложним. Пусть это будет она. Она прыгает. Схема это или это? Правильно, вот это. Вместо he вы ставите she. Вместо takes у вас появляется прыгать. Jumps. Она не прыгает. She does not jump. С здесь нет, никакого не убирается. Does she jump? Опять нет в конце буквки S. Все, эти три предложения тоже готовы. Следующее. Бегать, рисовать и так далее. Проделывайте со всеми оставшимися глаголами. Постарайтесь сделать как можно больше предложений, чтобы ваши местоимения были использованы все. То есть, чтобы вы и с I попробовали, и с мы, и они, и ты, и с он, и она, и прочими. Можете вместо местоимения, кто уже может, подставлять имена. Например, Аня takes или Аня runs, Аня puts и другие глаголы. Все, удачи!